Музыка Хлеб и зрелищ. Благодаря этой гремучей смеси наши торговые центры стали настоящим монстром поглощения свободного времени. А еще это опасное место по выкачиванию денег из населения, где прибыль дороже жизни. С вами, братья по разуму. Ассаляму алейкум. Я с глубоким прискорбием узнал, что многие люди, в том числе дети, погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово. От всего турецкого народа и от себя лично хотел бы выразить искренние соболезнования семьям жертв и пострадавшим, говорится в телеграмме, посланной президентом Турции Эрдоганом Владимиру Путину. Подобные соболезнования приходили и от глав других государств. Несмотря на сложную политическую ситуацию вокруг России, трагедия в Кемерово потрясла и простых граждан, и политиков во всем мире. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» начался 25 марта 2018 года в Кемерово. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибальной шкале. На территории Кемеровской области был введен режим «Чрезвычайная ситуация федерального уровня». Площадь пожара 1600 квадратных метров. В результате пожара погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Владимир Путин прилетел на место случившегося пожара и возложил цветы к мемориалу возле сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня». В российских городах состоялись стихийные митинги в память о погибших. Рандун! 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 Некоторые собравшиеся требовали отставки ответственных чиновничьих лиц, в том числе губернатора-долгожителя Амана Тулеева. Тулеев будет еще сидеть? У нас до сих пор Тулеев не мэр города. Я понял, что они мэр города, но вы сами понимаете прекрасно. Все в области происходит от него. Оно и понятно. Коррупция и полнейшая безответственность некоторых чиновников породили ситуацию, при которой можно пренебречь законами, призванными защищать безопасность людей. В итоге смерть десятков наших с вами сограждан. А для кого-то это потеря всей семьи. Рандун! Рандун! Меня погибло Семен Востриков с сестренкой Сабадаш Аленой Игоревной. Жена Вострикова Ильяна Сергеевна. Трое детей. 7-5 по годам. Попиариться за пошел, да? Да я как все здесь молчу. Выборы были. Охота была за... Знаешь, сердце болит за душу, но я понимаю, что вот под нашими ими, если я начну рыпаться, пикаться, и нет работы. И так все ходят молчат. После каждого такого ЧП сразу же возникает уже набивший оскомину вопрос. Кто виноват и что делать? Единственный, кто твердит, что сейчас не время ловить виновных, это сами виновные. Но если и этот трюк не помогает, и массы продолжают требовать наказания ответственных лиц, то эти самые лица начинают, как это принято сейчас говорить, переводить стрелки. Задержанная, управляющая торговым центром Зимняя Вишня Кемерова, 44-летняя Надежда Суденок на допросе поведала свою версию пожара 25 марта. По ее словам, причиной возгорания стали неадекватные молодые люди кавказской или цыганской внешности. Был еще один подросток. Эти подростки были первой разной национальности. Не могу сказать точно, какая национальность. Вот такой черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, вот такую национальность. Понятно, что ответственным лицам совсем не хочется отвечать перед обществом и государством за свои попустительства и безответственность, приведшие к смерти людей. Но интересен один факт. Гендиректор, чтобы свалить с себя всю вину, для этой цели выбрала именно мусульман. Видимо, по ее замыслу, в связи с царящей ксенофобией и кавказофобией, эта версия должна была сработать моментально. Некоторые журналисты, гоняющиеся за жареным, действительно быстро подхватили это предположение и начали его муссировать. Однако масштабы трагедии были столь велики, что за расследованием наблюдал чуть ли не весь мир. Поэтому надежда повесить все на понаехавших у надежды не сбылась. Несмотря на трюк, в котором она объединила кавказцев и цыган. Слишком уж бездоказательная и кощунственная гипотеза. Российский предприниматель Артем Никифоров разместил в социальных сетях видео, в котором обвинил в организации поджога торгового центра в Кемерово евреев. С точки зрения Никифорова речь идет о намеренном жертвоприношении, приуроченном к иудейскому празднику Пейсах. На что я хочу еще обратить ваше внимание? Я не считаю это за случайность. Эта трагедия произошла накануне еврейского праздника Пейсах. Трагедия в хромой лошади произошла накануне еврейского праздника Ханука. Самолет, который недавно разбился, по-моему, тоже был накануне какого-то, по-моему, Пурима еврейского праздника. Для меня это все сакральное жертвоприношение избранному народу. Я не верю в эти случайности. Ну и по традиции в списке подозреваемых диверсанты из Украины и США. Стоит отметить, что некоторые иностранные граждане действительно приняли участие в данной трагедии. Так, пранкер Вальнов из соседней страны вызвал поток фейковой информации о более 300 погибших. Таких смертей будет еще много, потому что таких торговых центров, которые, как коробочка, сложатся вместе с россиянами, полным-полно по всем российским городам. И я обещаю, что каждое, каждое такое событие будет сопровождаться моими звонками. Алло. Алло. Да, МЧС, Возняков. Значит, у нас больше 300-200. Что у вас по местам? Сколько можете принять? Больше 300 трупов, что ли? Да. Подожди, меня предупреждали, что там 60, 60-70. А, уже предупреждали про 60-70. Просто тут дошли до четвертого этажа. Ну. И в кинозале, значит, тут. По угарным газам, значит, отравлением. Ну и что, и общее количество около 300 получается? Ну, получается-то, да. Безусловно, говорить, что волну возмущения кемеровчан вызвали вихри враждебные и темные силы, которые нас злобно гнетут, это переведение стрелок из разряда обвинения кавказцев или евреев. Очевидно, что люди вышли на улицу из-за преступной халатности и изощренного цинизма некоторых власть придержащих. Вот уже два часа мы здесь присутствуем, вы не смогли себе микрофон обеспечить. Что вы можете? А это ОМОН обеспечить. Да, ОМОН обеспечить. Вы пожар потушить не можете. Да, да. Вы и угоровать не можете, вы посчитать не можете, правду вы сказать не можете. Вы вот смотрите мне в глазах, в охране. Например, Тулеев не только не сумел взять ответственность за уже случившуюся ситуацию, но даже вместо того, чтобы выйти к охваченным горем людям и выразить им соболезнение, назвал их бузатерами, обвинил во всем оппозиционных провокаторов и принялся извиняться перед президентом. Амар Гуриевич, как вы оцениваетесь тут? Понялось, вы лично звонили мне еще раз. Спасибо великое, прошу прощения. Лично у вас. На фоне всего этого, сами мусульмане, рискуя своей жизнью, спасали людей от огня. Так, продавец обуви и охранник Махмуд Худажаев и Фарзон Салилов, рискуя жизнью, организовали эвакуацию людей из горящего здания Зимней Вишни через запасной выход своего магазина. Они сумели вывести из огня и дыма десятки людей, больше, чем вся охрана Зимней Вишни. За проявленный героизм Следственный комитет России наградил боевой медалью уроженца Таджикистана Фарзона Салимова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать по долгу службы. Инвалид первой группы, жительница Дагестана Нажаба Тамарова, передала свой дом у моря в пользу детей. Пусть хоть возле моря забудут свою трагедию. Так она прокомментировала свой поступок. А работники Муфтиата Татарстана решили отдать свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших при пожаре. Своим примером они призвали всех неравнодушных выразить поддержку кемеровчанам. Кстати, первым регионом, который объявил траур, была Ингушетия. Одна из самых сложных задач в нынешней ситуации – научиться признавать свою вину. А виноват в кемеровском пожаре, как бы это странно ни звучало, каждый из нас. Каждый, кто дает взятки полицейским или проходит мимо, когда видит, что кому-то нужна помощь. Мы виноваты, когда закрываем глаза на халатность чиновников, на заблокированные двери эвакуационных выходов или же сами оставляем детей в запертом зале кинотеатра. Виновата все общество и каждый в отдельности тем, что не спрашиваем с властей, как и куда тратятся наши налоги. Напомню, что в России сейчас на оборону и безопасность тратится более трети бюджета. Это миллиарды и миллиарды рублей, а чиновников у нас больше, чем во всем СССР, в котором не было ни компьютеров, ни интернета. Ужасная трагедия в Кемерово очередной раз показала нам, пора уже стать ответственными гражданами и ощутить себя одним народом с общими целями. Несмотря ни на какие различия, я уверен, все мы хотим жить в безопасности, законности и благополучии. Но не стоит ждать, что кто-то нам это подарит. Нужно начинать с самих себя, оставив привычку переводить стрелки. Нужно просто быть хорошими людьми, как те двое мусульман в торговом центре Зимняя Вишня. Ну а с вами были братья по разуму. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова